Продолжаем информбюро. 5% обязательный пенсионный взнос за своих сотрудников с нового года будут перечислять в ЕНПФ работодатели. Таким образом, в Министерстве труда и социальной защиты планируют обеспечить финансовую устойчивость пенсионной системы и повысить шансы граждан на достойные выплаты в старости. Но готовы ли работодатели к такой нагрузке? Какие риски есть у этой инициативы? Узнавал Елеман Реймбеков. Новая система, как утверждают профильные специалисты, позволит получать дополнительные надбавки. Согласно расчетам по достижению пенсионного возраста, выплата будет не ниже 40% от среднемесячной зарплаты. И чтобы рассчитывать на нее, нужно участвовать в условно-накопительной системе не менее 5 лет. Если раньше, с 2014 года, эти 5% выплачивались только для ли занятых, как я уже говорил, в особых опасных условиях труда, то теперь будет распространяться на всех жителей страны. Но это недостаточно. Недостаточно из-за низких зарплат и большой инфляции, утверждает Мухтар Теникеев. 5% взнос для отдельно взятого сотрудника не будет большой прибавкой к будущей пенсии. А для владельцев малого и среднего бизнеса может лечь тяжким временем. Это приведет к теневой экономике, обратно к заработке в конвертах. Поэтому это очень непопулярное, очень плохое решение. Как утверждает Арман Батаев, правительство обязательным взносом намерено заполнить пустоту, образовавшуюся из-за разрешения на досрочное снятие пенсионных излишков в 2019 году. За это время из фонда граждане забрали более 3 триллионов тенге. И процесс этот продолжается. Елеман Раимбеков, Информбюро.